Дорогие друзья, добрый день! К сожалению, дети с нарушениями речи встречаются довольно часто. И в половине случаев, когда родители приводят ребенка к нам в клинику на прием, связаны с задержкой развития речи. Речь – функция головного мозга. Если мозг не получает в полной мере сосудистого питания, то ребенок не может говорить. Поэтому, дорогие друзья, когда ребенок плохо говорит, ни в коем случае нельзя пускать это на самотек и ждать, что как-то само собой произойдет. Ничего просто так самостоятельно не произойдет. Нужно активно заниматься с ребенком, чтобы он восстановил функцию мозга и параллельно с этим улучшится речь. Мы понимаем, что под контролем мозга находится все тело. Не только речь, но и чтение, понимание, мышление. Проблемы с речью равно проблемы с мышлением. Это очень и очень серьезно. Многие родители ждут, что ребенок заговорит самостоятельно и ждут так в год, в два, в три, в четыре, в пять и даже старше, ожидают, что произойдет некое чудо. Но этого не бывает. Нарушение речи можно заметить с самого раннего возраста. Если в три месяца ребенок не гулит, если у него нет комплекса оживления при появлении близких людей, это значит, что он начинает двигать руками, ногами, радоваться, произносить какие-то звуки, улыбаться. Если этого нет. Если ребенок не узнает близких людей в три, в пять месяцев. В возрасте постарше ребенок может не откликаться на свое имя, не смотреть в глаза или вообще не фокусировать взгляд. Вам будет ощущение, что он смотрит сквозь вас. Если у ребенка не налаживается контакт со сверстниками, если он предпочитает проводить время один, это важные признаки, которые нельзя пропускать. Это признаки того, что что-то не в порядке с мозгом. Итак, дорогие друзья, специально для вас, для родителей и детей, которые страдают от нарушения речи, мы с логопедом моей клиники, Татьяной Герасимовой, обладающей колоссальной практикой, колоссальным опытом в работе с самыми тяжелыми детьми, создали курс «Ребенок говорит». На этом курсе вы узнаете, что вы можете сделать для своего ребенка, какие упражнения, какие приемы для развития необходимых зон мозга вы можете применить, какие упражнения вы можете применить для развития мышц, участвующих в произнесении слов. И развивая мышцы, мы опять же будем посылать сигналы в мозг, правильные сигналы. Так что, дорогие друзья, я считаю, что это прекрасный шанс дать своему ребенку возможность развить речь, развить мозг и реализовать свой потенциал. Приходите на курс, запись на курс по ссылке под данным роликом. Итак, до встречи на курсе «Ребенок говорит». Продолжение следует...